Либо кушать, либо дымить. Такой выбор стоит теперь перед посетителями российских кафе и ресторанов. С 30 октября введен запрет на потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов в общепите. Как относятся к новшеству новгородские предприниматели, собираются ли они добропорядочно исполнять закон, выяснял Артем Забралин. Поправки к антитабачному закону, приравнивающие кальяны к обычным сигаретам, вступили в силу с 30 октября, вынуждая предпринимателей либо вовсе отказаться от предоставления дымных услуг, либо перепрофилировать свое заведение в кальянный клуб, где нельзя подавать ни еду, ни напитки. Чтобы проверить, действительно ли подымить в привычном месте уже не получится, мы отправились на контрольную закупку. Если нам принесли еду, значит это общепит. Если нам принесли кальян, значит это нарушение, но мы на всякий случай перепроверим. Кальян тоже настоящий, а значит время задать пару вопросов владельцу заведения, который, к слову, легко пошел на контакт, и по его словам про запрет ему было известно. С одной лишь оговоркой, он думал, что закон вступает в силу лишь через несколько дней. Отказаться от кальянов заведение готово, несмотря на то, что это существенно ударит по прибыли. К счастью, некоторые бизнесмены заблаговременно приняли решение, что теперь в их заведении можно будет дышать только чистым воздухом. Один из них Тимур Арифов, владелец сети ресторанов «Сказка». Несмотря на то, что в интерьер, выполненный в восточном стиле, кальян напрашивается сам собой, отказаться от них было нетрудно. Я сразу же убрал со всех ресторанов кальяны, в принципе. Поэтому для меня давно не существует такой проблемы, как отсутствие кальянов. Не вижу вообще в этом никакой проблемы. Вот. И здоровей будем. Среди причин смертности курение занимает первое место в мире, оставляя далеко позади любые сильнодействующие наркотики, будь то героин или этанол. Поэтому закон понятен. Однако сами кальяны никто не запрещал. Ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Это не отменяет действия кальянных, чтобы все понимали, да. Кальяны, они разрешены в специальных помещениях кальянных, но без общепита. Чтобы вот это вот люди как бы понимали. Пожалуйста, если кто-то хочет в нежилых помещениях организовать, да, но, соответственно, для того, чтобы не было там общепита. Но такое разрешение, если даст Роспотребнадзор, пожалуйста, будь добрый. Согласно статистике, с каждым годом ряды курильщиков неуклонно сокращаются. А подобные законы только способствуют освобождению людей от пагубной зависимости. Надеемся, что совсем скоро курение останется в прошлом, как неразумная и древняя привычка. Артем Забралин, Михаил Серов, Олег Федоров. Новости Новгородской областной телевидении.